Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня видео про уникальный продукт псиллиум. Вы, наверное, все слышали о пользе псиллиума, но вы даже себе представить не можете, насколько он полезен. Сейчас я вам пошагово, кратко и полно расскажу, кому и при каких проблемах со здоровьем он полезен, а кому он просто необходим и чем именно. А ведь псиллиум снижает плохой холестерин, снижает количество глюкозы и инсулина в крови, снижает чувство голода и желание есть сладкое, снижает повышенное артериальное давление, очищает кишечник. Это просто лучшее и идеальное средство от запора. Улучшает он работу головного мозга, почек, печени и других органов. Слушайте внимательно. Псиллиум или шелуха поддорожника, или испогол, это не то знакомое нам всем с детства растение, которое встречается на тропинках, а это его родственник из индийского штата, гуджарат. Это чистая клетчатка, причем вязкая и водорастворимая. При попадании воды она набухает и превращается в гель. Эта клетчатка не ферментируется и не переваривается нашими ферментами организма и кишечной микрофлорой. И в этом суть ее особых свойств. Итак, не путайте, это не диетическая клетчатка из овощей, фруктов, злаков и тому подобное. Это функциональная натуральная клетчатка. И вот ее главные достоинства. Первое. Она захватывает желчь, так как это гель, и выносят ее из организма. Печень понимает, что она теряет желчь, а обычно желчь всасывается в кишечнике в кровь и поступает обратно в печень. Так происходит ее рециркуляция в организме, то есть повторное использование. Так вот, потеря желчи провоцирует потребление печенью холестерина, в том числе и с крови, для построения новой желчи. Таким образом, плохой холестерин снижается в крови. То есть печень активно начинает чистить кровь от плохого холестерина. А с желчью этот холестерин выходит из организма со связывающим ее гелем из псиллиума. Таким образом, псиллиум существенно снижает плохой холестерин в крови. Одного только этого свойства было бы достаточно для потребления псиллиума, но, кстати, какого, я скажу в самом конце. Но если бы так, самое важное его свойство еще впереди. Второе. Псиллиум провоцирует медленное поступление питательных веществ из кишечника в кровь. А это важно, когда человек ест много и ест много сладкого и вообще любит углеводистую пищу, так как в этом случае медленнее нарастает уровень глюкозы и инсулина в крови. И к тому же, третье. Уменьшается чувство голода из-за уменьшения частоты сокращения желудка по причине нахождения в кишечнике большого объема пищевых масс из-за набухшего псиллиума, то есть вот этого самого геля. Значит, возможность переедания снижается, контроль над съедаемым увеличивается. Четвертое. Ну и естественно, псиллиум способствует идеальному и быстрому передвижению каловых масс, то есть способствует перистальтике кишечника. Происходит почти полное и качественное очищение кишечника. Псиллиум ликвидирует запоры. Кстати, пшеничные пищевые волокна не обладают этими функциями. Более того, мелко измельченные отруби, то есть клетчатка мелкого помола из злаковых, напротив, даже обладают закрепляющими функциями. И такая клетчатка может напротив приводить к запорам. Резистентные крахмалы тоже водорастворимы. И они ферментируются кишечной микрофлорой, являясь топливом для них. Они очень важны и полезны. Об этом у меня было несколько видео на моем канале. Вот они. Потому потреблять их можно, стоит, но только разносите их во времени между собой псиллиум и потребление с пищей резистентных крахмалов. Кстати, как правильно потреблять псиллиум, я расскажу в конце этого видео. А пока маленький подыток. А потом будет самое интересное и самое важное. И так лучше всего псиллиум помогает при запорах и синдроме раздраженного кишечника. При диабете, а также он снижает плохой холестерин, снижает повышенное артериальное давление и помогает при заболеваниях сердца и не только. И сейчас о самом важном. Пятое. При естественном раздражении конечного отдела тонкого кишечника пищевыми гелеобразными массами после потребления псиллиума происходит выработка глюкогоноподобного пептида-1. Для справки. Глюкогон это гормон альфа-клеток островков Лангерганса поджелудочной железы. Он является физиологическим антагонистом инсулина. Он распаковывает глюкозу при ее недостатке в крови из запасенных в клетках этой самой глюкозы из животного крахмала гликогена. Так вот, этот глюкогоноподобный пептид-1, а далее я буду сокращенно называть его ГПП-1, уменьшает желание есть сладкое, снижая тем самым нагрузку на поджелудочную железу, а именно на бета-клетки островков Лангерганса, которые и продуцируют гормон инсулин. Псиллиум увеличивает чувствительность поджелудочной железы к глюкозе и помогает увеличить выработку инсулина и даже способствует репликации бета-клеток поджелудочной железы, которые вырабатывают инсулин. Ну а наши мышцы начинают интенсивнее захватывать большее количество глюкозы для ее запаковки в гликоген, тоже снижая таким образом ее количество в крови. То есть наши мышечные клетки становятся более чувствительны к инсулину. Таким образом, псиллиум снижает вероятность возникновения сахарного диабета второго типа и помогает устранить преддиабетозное состояние, то есть инсулинорезистентность. Но при том, что чувство сытости наступает быстрее, а желание есть сладкое уменьшается, это просто подарок. Еще одно свойство ГПП-1, он действует на головной мозг таким образом, что защищает нервные клетки от повреждений и стимулирует центр насыщения. Тем самым как раз и снижается чувство голода, и человеку становится легче перейти на то же интервальное питание. Не есть вечером и избавиться от зависимости к сладкому. Таким образом, появляется больше сил и энергии. Тем самым положительно влияет на работу митохондрии. ГПП-1 и на сердечно-сосудистую систему действует положительно, расслабляет сосуды и улучшает сократительную способность нашего сердца. Положительно он действует и на обмен, и на образование костной ткани, тормозя, разрушение костей, особенно в старости. Полезен он и для почек, и для печени, снижает повышенное артериальное давление, но тогда надо есть его примерно до 10 грамм в сутки. Лучший очищенный натуральный порошок псиллиума, с родины его из Индии, вы можете приобрести у нас, на нашем сайте nadgar.ru. Кстати, под товаром прочтите подробнее описание. Начните же с третьей дозы, то есть грамм с 3-4, проверяя индивидуальную реакцию организма и помогая ему привыкнуть к новому продукту. Разводите нужную дозу в одном стакане теплой воды, а потом запивайте теплой водой, пейте ее больше. Ну и в течение недели постепенно доведите с 3-4 грамм до полной дозировки 8-10 грамм для взрослого человека псиллиума в сутки. Тогда уйдет и чувство тяжести. Кто имеет лишний вес, сможет проще похудеть, если, конечно, не будете больше есть. Принимать псиллиум надо через час после приема препаратов или биодобавок, или просто после еды. Итак, через час после еды, разведя в стакане теплой воды, выпивая, и далее 1-2 стакана теплой воды стоит дополнительно выпить небольшими порциями. Кстати, псиллиум ценят и как основу для безглютеновой выпечки. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт nadgar.ru, посмотрите хотя бы два раздела, отзывы и новинки. Ну а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары вы можете заказать на нашем сайте, и мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте в разделе «Доставка и оплата». Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл второй интернет-магазин по био, зерну и муке, смолотой на каменных жерновах. Я открыл еще один канал на YouTube для рубрики «Ответы на вопросы» и всяких видеоразборов. Кому интересно, подпишитесь на этот мой новый канал и ждите соответствующие видео уже там. Есть у меня YouTube-канал специально по продуктам. Там есть то, что я не публикую на этом главном канале. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом вот это важное видео. Даю подсказку на мое видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. Мой совет – измеряйте среду обитания. Ну, где вы живете и работаете? На радон, радиацию, электромагнитное излучение. И себя на отсутствие опухолей. Вот раздел про приборы-тестеры. И вот на все это я оставлю вам ссылки под этим видео, которое вы сейчас смотрите. И последнее. Под каждым моим видео внизу есть важные ссылки, в том числе на мои соцсети. Очень рекомендую подписаться на Telegram-канал, который дублирует YouTube. Мало ли что с YouTube будет. И там есть также ссылка на индивидуальные консультации. Все. И одно из главных свойств псиллиума – это его способность заменять глютен в выпечке. Таким образом, используя псиллиум, вы можете практически полностью заменить пшеничную муку на ее более полезные безглютеновые аналоги, например, на гречневую, амарантовую и прочие. И добиться тех же свойств пышности и пористости, как из муки злаковых. Но тут не будет вреда. Прочтите подробнее на нашем сайте, по ссылке под этим видео, о свойствах псиллиума. Ну и, пожалуйста, приобретайте, кому это будет нужно и интересно. Рекомендую также вам посмотреть мои видео о резистентных крахмалах, о сравнении их с обычными и обязательно вот это видео о рисе. Обязательно поделитесь ссылкой на данное видео с вашими друзьями, коллегами, товарищами. Помогите распространить мне данное видео. Пусть это будет вашей благодарностью мне за мой труд и время, которое я трачу на создание данных видео. Ну а на этом все. Я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья. Увидимся в новых видео. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok